Пакет SolidCAM для систем автоматического проектирования в SOLIDWORKS представляет из себя набор инструментов для создания управляющих программ, станков с чистовым программным обеспечением. Устанавливается отдельным модулем и включается через пункт «Добавление» в загрузку SOLIDWORKS. После включения добавления SOLIDCAM в панели инструментов появится несколько новых закладок. Это операции SOLIDCAM. Первая базовая вкладка, позволяющая работать с проектом, копировать, удалять существующие проекты, производить расчет нескольких CAM-процессов – это управление шаблонами, настройки таблиц инструментов, настройки таблиц параметров и установки самой программы SOLIDCAM, а также настройки технологической базы. при активации одного из элементов приложения высветится меню загрузки. Таким образом выглядит меню настроек SOLIDCAM при первом запуске программы. Обратите внимание на первую вкладку с каталогами дополнительных операций и файлов. По умолчанию, база данных таблицы, каталог дополнительных систем и каталог пользовательских операций находятся в автоматически созданной папке SOLIDCAM. Рекомендую перенести эти файлы на отдельный носитель, так как в процессе работы с CAM-приложениями база данных и настроечные таблицы будут изменяться. И есть шанс потерять внесенные необходимые изменения при обновлении программного обеспечения. Кроме того, необходимо настроить единицы измерения, которые должны быть в миллиметрах. Во вкладке «Выбор системы ЧПУ» также необходимо перенести папку JPPL на отдельный носитель, так как конфигурация станков SOLIDCAM позволяет изменять и настраивать непосредственно под себя и под существующее оборудование, чтобы не потерять. Файлы оборудования желательно хранить его на отдельном носителе. По умолчанию предоставляется несколько вариантов. Машин – это трех-четырехкоординатные фрезерные станки и несколько видов обрабатывающих центров. Также предоставляется система управления токарным станком, система управления обрабатывающим центром токарно-фрезерным, и электроэрозионная система. Кроме того, можно настроить симулятор управляющей программы, дополнительно настроить CAM-операции, задать настройки таблицы инструментов, либо подгрузить существующую таблицу инструментов, если ранее она была настроена. Кроме того, во вкладке iMachining можно выбрать базу данных материалов, которая будет применяться вот так же. Можно настроить визуализацию машининг, для этого необходимо у производителя оборудования попросить файл iMachining, который представляет собой твердотельную модель с привязками основных узлов оборудования и ограничениями по их перемещению. После того, как введены необходимые настройки, можно закрыть меню настроек SolidCam и продолжить работу непосредственно с приложением. Для создания CAM-проекта необходимо во вкладках операции SolidCam нажать «Создать». Предложится несколько вариантов выбора последующей обработки. Это фрезерная, токарно-фрезерная, токарное фрезерование STL, либо электроэрозионная обработка. Выберем фрезерование. SolidCam предложит сохранить текущий проект. По умолчанию файлы проекта SolidCam сохраняются в той же папке, в которой находится модель. Слева в древе построения открылось меню настроек создания операции SolidCam. В создании CAM-операции предлагается создать внешний проект CAM, либо внутренний внешний проект, создаст отдельный файл для CAM-операции, внутренний запишет CAM-операции в текущий файл. Также выбирается имя проекта, назовем его обработка. Можно настроить каталог для сохранения и выбрать единицы измерения. После того, как необходимые настройки введены, нажмем «Ок». Слева в древе построения откроется меню параметров фрезерной операции, в котором необходимо первым пунктом выбрать станок ЧПУ, который будет являться некоторым набором ограничений для обработки деталей. Также он подразумевает загрузку пред- и постпроцессоров. Выберем трехкоординатный хаос, после чего необходимо задать ноль детали. Это точка, от которой будет происходить расчет перемещений при обработке той или иной поверхности. Обратите внимание, что можно добавить позицию основную и позицию дополнительную. Дополнение вариантов конфигурации зависит от того, какой станок выбран. Некоторые работают с абсолютными позициями, некоторые работают со сменой позиций внутри одной абсолютной. По умолчанию SolidCamp предложит создать в нижнем правом углу детали, выберем позицию МАК-1 и нажмем «Редактировать». В меню редактирования ноля детали можно задать номер в станке. Это номер абсолютной координаты, которая подписывается в параметрах настройки ноля как МАК, и позицию координаты относительно абсолютных, если в рамках одной стратегии обработки необходимо несколько раз переворачивать. Оставим номер в станке 1 и позицию также 1. Кроме того, можно задавать фронтальные и радиальные перемещения и автоматически создать плоскую поверхность на нижней плоскости детали. также можно редактировать метод выбора нуля, задать ограничение перемещений, задать смещение системы координат и выбрать базовую плоскость. выберем базовую плоскость XY. нажав «Ок». Следующим пунктом необходимо задать заготовку после того, как загрузится в меню выбора заготовки в основном рабочем окне программы, поверх твердотельной модели появится рамка зеленого цвета, обозначающая габариты заготовки. Также можно задать относительно модели либо относительно абсолютных координат ее величину, выбрать модель, добавить припуски на сторону, пусть будет по 10 миллиметров по X, по 15 миллиметров по Y и, к примеру, по 2 миллиметра по Z. После чего необходимо добавить уккат модели. Для большей наглядности процесса работы после того, как заготовка добавлена, необходимо нажать «Ок» и вернуться в предыдущее меню. Также обратите внимание на то, что ноль детали теперь можно выставить относительно заготовки, если по каким-то причинам это будет удобнее для оператора в процессе изготовления. Также необходимо выбрать модель детали, можно задать имя, можно задать конфигурацию. И если в одном файле несколько твердотельных элементов, можно выбрать из списка «Нужный» либо нажать на выбор средств «Микат» и выбрать «В рабочем окне программы». Также после выбора модели необходимо нажать «Ок». Следующим пунктом настройки является номер программы. в нем два поля – это канал и номер. Обратите внимание, по умолчанию стоит 5000 операций в программе, и на каждой из них доступно по 5000 одной подпрограмме. В целом, обычно этого хватает для обработки, но если по каким-то причинам есть ограничения по размеру, файлы управляющей программы стоит, конечно, уменьшить значение. Далее необходимо выбрать станок, на котором это будет обрабатываться. Выберем «ХАОС». Кроме того, можно создать базу данных материалов, либо же выбрать «Применить материал из SOLIDWORKS», если материал в твердотельной модели задан. Выберем «Алюминий». Кроме того, можно выбрать уровень обработки. Это «Одно», «Двух», «Трех», «Четырех» и так до «Восьми» степеней свободы. Оборудование выберем. Трехосевую машинную обработку. После чего... В целом, настройки параметров операции на этом можно было бы завершить, нажав кнопку «Ок». После подтверждения создания фрезерной операции SOLIDCAM предложит «Сохранить резервную версию». Рекомендую соглашаться и оставлять резервы, так как в случае с созданием неудачной стратегии обработки всегда можно откатиться на начальную стадию. После того, как завершены настройки, проект необходимо перейти во вкладку «КАМ-переходы» и выбрать необходимую стратегию обработки. Стратегия обработки заключает собой траектории экипы движения инструмента по заготовке для получения деталей, отображенных в CAD-модели. Перейдем во вкладку SOLIDCAM «Переходы». 2D-переходы необходимы для того, чтобы получать относительно простые геометрии деталей, такие как поверхность, контур, карман, сверление, резьба фрезерования, трехмерный паз, паз, шпонку, обработку поверхности, протягивание, либо набор переходных пазов. Кроме того, можно задать трехмерные переходы. Они используются для фрезерования сложнопрофильных поверхностей, либо можно задать гравирование. Кроме того, SOLIDCAM поддерживает машины с многоосевой обработкой, но, как я говорил ранее, об этом расскажем немного позже. Перейдем во вкладку 2D-переходы и кратко рассмотрим меню «Настройка операции» на примере «Операции поверхность». При выборе любой из стратегий обработки открывается окно настройки переходов, в которых можно задать геометрию, выбрать ноль детали, либо задать эскиз траектории, либо задать геометрию, которая будет являться результатом обработки. Кроме того, можно задать инструмент, перейдя во вкладку «Инструменты», нажав «Выбор». что позволяет добавить необходимый тип фрезы с настройками в список инструмента, необходимого для обработки данной конкретной детали. не будем сохранять инструмент. Кроме того, в настройках переходов задается уровень. Это настройки глубины и фрезерования, технологии, растровая, либо контурная, однопроходная, либо спиральная обработка. Настройка технологии позволяет настроить траектории движения инструмента относительно детали. Кроме того, задается параметр «Отвода» и «Подвода» инструмента. Необходимо настраивать в случае смены инструмента, либо если на детали есть какие-то технологические элементы, за которые инструмент может зацепиться. Кроме того, есть настройка контроля перемещения, которая позволяет задать параметры интерполяции и настройки дуги, и также меню дополнительных значений. После того, как необходимые параметры заданы, можно использовать кнопки создания управляющей программы для того, чтобы получить текст программы для одной операции, либо включать визуализацию. Когда настройки перехода завершены, необходимо нажать «Сохранить» и закрыть настройки перехода. Для создания следующего шага обработки детали об этом и многом другом мы расскажем в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok